Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Абдрахимов Руслан, я являюсь техническим специалистом компании КАЕКСПЕРТ, входящей в группу компании ПЛМ УРАЛ, и сегодня я хочу вам рассказать об одном из новых инструментов ANSYS, релизов 2019 R2, под названием ADDITIF PREP. Собственно, в этом видео я расскажу, для чего предназначен этот инструмент, какими обладает возможностями, и в конце видео проведу демонстрацию работы в нем. ADDITIF PREP – это новый инструмент ANSYS, предназначенный для подготовки геометрии к адъективному производству, и самое интересное, он позволяет ориентировать геометрию на основе ваших приоритетов в печати, а это объем поддержек, время печати и тенденции кораблений. Затем ADDITIF PREP можно использовать для автоматизированного создания поддержек, которые включают в себя широкий набор настроек для нескольких предустановленных типов поддержек, ну и также поддержки могут быть созданы на основе каких-то пользовательских конструкций. ADDITIF PREP реализовано в интерфейсе SpaceClaim, что обеспечивает естественный рабочий процесс в том же программном пакете, в котором геометрия могла быть создана. Полученная в результате оптимально ориентированная геометрия затем может быть вместе с поддержками экспортирована в формате STL для моделирования в продуктах ANSYS ADDITIF PRINT или WERBACH ADDITIF, либо может быть сразу отправлена на печать. Далее я расскажу о простом пошаговом процессе работы в ADDITIF PREP, припутно рассматривая ключевые возможности этого продукта. Итак, первый шаг – это импорт геометрии для подготовки к аддитивному производству. Геометрия может быть импортирована из сторонних пакетов в любом формате, в том числе и STL, и, если потребуется, геометрия может быть изменена или доработана с помощью широкого набора инструментов, ну и также геометрия может быть создана смеляв в самом пакете SpaceClaim. После добавления геометрии в окне SpaceClaim достаточно перейти на вкладку ADDITIF для начала работы с данной геометрией. Следующий шаг – это создание объема печати и платформы в соответствии с используемой установкой для аддитивного производства. Это позволяет убедиться, что ориентированная геометрия не выйдет за пределы камеры для печати. Все необходимые настройки на этом шаге и последующих отображаются в правой части окна SpaceClaim, как здесь показано на слайде. На данном этапе все достаточно просто. Здесь указывается глубина, ширина и высота камеры печати, ну и также можно указать толщину платформы. Еще есть пара параметров, один из которых указывает начальное место расположения геометрии, по умолчанию это в центре платформы, но также геометрию можно перенести в угол. И последний параметр указывает угол средства для создания поддержек. Этот параметр понадобится для следующего шага – создания карт-ориентации. Правильная ориентация изделия на платформе – это одна из самых важных задач аддитивного производства, так как ориентация значительно влияет на результат печати. В ADDITIF PREP карта ориентации помогает определить наилучшую ориентацию для вашей детали с учетом трех факторов. Это объем поддержек, время печати и тенденции кораблений. Поскольку эти факторы могут оказаться взаимоисключающими, для соответствия вашим приоритетам печати используется весовой треугольник. По умолчанию весовой треугольник сбалансирован, то есть вес всех трех факторов равнозначен и равен 1 третьим. Но это можно изменить любым желаемым образом, вплоть до исключения одного или двух факторов. Ну и особо интересно здесь карта кораблений, которая рассчитывается не на основе прямого моделирования, а на основе некоторого упрощенного заплатитованного метода, который позволяет оценить вероятность кораблений. Этот метод работает практически мгновенно и даже для каких-то сложных конструкций обычно время расчета не занимает больше минуты. После того, как вы определились с ориентацией изделия, ADDITIF PREP автоматически определят области, для которых требуются поддержки. При этом области поддержек могут быть не только для поверхности, но и для каких-то ребер линий конструкции. Здесь нужно указать несколько настроек. Первый это угол с весом, угол который измеряется от горизонтальной поверхности платформы к поверхности детали. И соответственно для всех поверхностей меньше заданного угла будут созданы поддержки. При этом поддержки создаются не только между деталями и платформой, но и между отдельными частями деталей. Еще одна полезная опция позволяет ограничить минимальный размер поддержек. Соответственно поверхности меньше заданного значения не будут рассматриваться независимо от их угла наклона. Ну и последняя опция позволяет указать требуются ли поддержки для ребер конструкции. После того как области поддержек были определены, можно перейти к созданию самих поддержек. И при этом для каждой определенной области эти поддержки могут быть разные. Доступно несколько предустановленных типов поддержек и все они являются тонкостенными. Благодаря чему упрощается процесс удаления поддержек после печати и также минимизируется расход материала. Типы поддержек включаются в блочные, типа Херцелл, стержневые по контуру и на ребре. Блочные Херцелл и стержневые поддержки представляют собой некоторую внутреннюю структуру, которые могут иметь или не иметь поддержки по периметру вокруг них. Тип поддержек по контуру представляет собой поддержки только по периметру деталей, без внутренней структуры. Ну и последний тип поддержек это поддержки на ребер конструкции. Но также есть и пользователи поддержки, которые могут быть созданы в самом пакете с PPM, либо в каком-то стороннем пакете. Для настроек поддержек доступно множество различных параметров, это и размеры ячеек, расстояние между внутренними стенками, различные зубцы, перфорации, поддержки по периметру и так далее. Все эти настройки сгруппелированы в нескольких вкладках в правой части окна спецклеймов. На данном слайде более подробно показаны различные варианты поддержек. Собственно, блочные поддержки представляют собой структуру из правильно расположенных прямоугольников или квадратов, размер которых можно изменить. Поддержки типа Херцелл это структура с различным размером ячеек, которая меняется от наибольшего на платформе к наименьшему деталям. При этом эти поддержки отличаются дополнительными соединительными структурами в области прикрепления к детали, которые служат для облегчения удаления поддержек. Следующий тип это поддержки на ребре. Это такие тонкостенные поддержки, располагающиеся вдоль некоторой линии конструкции. Также есть стежневые поддержки, представляющие собой некоторые вертикальные структуры. И поддержки по периметру деталей. И последний шаг это экспорт полученной модели для выполнения печати или моделирования. Экспортируемые файлы включают в себя платформу, ориентированную деталь и поддержки. В формате STL, ну и также при экспорте создается общий файл в формате SpaceClaim, который содержит все модели сразу. Ну и перед тем как перейти к демонстрации, пару слов скажу о лицензировании этого продукта. Additive Prep это опция для пакета SpaceClaim, которая может приобретаться отдельно и включена в лицензии Ansys Additive Suite. Это наиболее полная лицензия Ansys, которая включает в себя все доступные возможности для аддитивного производства. И также Additive Prep включена в лицензию Ansys Additive Print. Далее я расскажу как выполняется работа по подготовке к аддитивному производству непосредственно в интерфейсе SpaceClaim. Итак, нужная геометрия у меня уже импортирована в пакет SpaceClaim и представляет собой такой вот некоторый простой кренштейн. И для начала работы с ним достаточно перейти на вкладку Additive панели инструментов SpaceClaim. Ну и нажимаем на первую кнопку Create, которая создает платформу и область камеры для печати. Размеры этой области и платформы мы можем изменить, нажав на кнопку Setting на панели инструментов. Ну и по умолчанию эта камера достаточно небольшая, это кубик со стороной 125 мм, но увеличим хотя бы до 200 мм. То есть изменяем высоту, ширину и глубину камеры для печати до 200 мм. Топщину платформы оставим по умолчанию 5 мм и также остальные параметры на данном этапе оставляем по умолчанию. Следующий этап это создание карты ориентации, для выполнения которого нужно выбрать нашу геометрию в дереве проекта и на панели инструментов. Затем нажимаем на кнопку Orientation Map. Собственно, карта ориентации создалась мгновенно, так как геометрия достаточно простая. И здесь мы можем увидеть следующее. В правой части окна Space Claim у нас отображаются карты для объема поддержек. Это первая. В правой нижней части окна Space Claim. Следующая картинка это время печати нашей детали. И последняя это оценка корабления деталей. Ну и верхняя карта ориентации показывает сумму этих трех карт ориентации с весом 1 треть. Мы можем прямо на этой карте ориентации выбрать нужную ориентацию, как-то поверить нашу деталь, подобрав оптимальное расположение. Ну и для данной детали наиболее оптимальное расположение, как мне представляется, это правая верхняя часть карты ориентации. Это примерно вот это вот расположение. И при этом мы можем увидеть это же расположение на других картах ориентации. Для данной ориентации объем поддержек получается минимальный. Корабления также минимальные. но время печати здесь не самое оптимальное, какое-то среднее значение получается, что я думаю вполне удовлетворяет нашим требованиям. Дальше здесь вручную подправим угол до какого-то ровного значения и переходим к следующему этапу, определение областей поддержек. Для этого нажимаем на следующую кнопку на панели заметов SpaceClaim, Grade Regions и указываем все необходимые настройки. Первая настройка угол свеса, которая определяется от поверхности платформы до поверхности детали, оставим по умолчанию 45 градусов, в принципе это стандартный угол для аддитивного производства. Минимальный размер области поддержек мы ограничивать не будем, но опцию поддержки на ребре мы уберем. Собственно все настройки заданы, достаточно нажать на галочку на графическом окне SpaceClaim и области поддержек будут созданы. Они добавляются в дерево проекта, мы можем их здесь подробнее рассмотреть, если повернем нашу деталь. Платформу пока скроем для удобства. И таким вот образом можем увидеть, где поддержки будут созданы. На данном этапе следует обратить внимание на следующее. Additive Prep работает с фасеточной геометрией. Если исходная геометрия была твердотельной, то Additive Prep автоматически ее преобразует в фасеточную. И на основе фасеточной геометрии уже создает, собственно, область поддержек. При этом Additive Prep может не всегда создать качественную фасеточную геометрию, поэтому следует тщательно проверять область поддержек. И если хочется улучшить их качество, то можно вручную создать фасеточную геометрию с помощью инструмента SpaceClaim и уже работать непосредственно с ней. Additive Prep никаким образом уже преобразовывать ее не будет. Переходим к следующему этапу, созданию самих поддержек. Для этого нажимаем на следующую кнопку Create Support. Вот и здесь у нас доступно несколько предустановленных типов. Ну, пожалуй, выберем стандартный тип, блочные поддержки. И мы можем создать поддержки отдельно на каждой области, либо на всех сразу. Ну, для примера, выберем все области сразу. Деревы проекта. И здесь я кратко расскажу об общих параметрах, которые можно задать для всех поддержек. Здесь доступно множество различных параметров, которые сгруппированы в нескольких вкладках в правой части Аклана SpaceClaim. Ну, и я расскажу только об общих лифтопараметрах, которые доступны для всех типов поддержек. Первый параметр – это сглаживание поддержек по периметру. И можно увидеть на подсказке справа снизу, как это выглядит. Не всегда поддержки могут быть ровными по периметру. В зависимости от качества соседочной геометрии они могут получаться достаточно угловатыми. Ну, и эта опция позволяет их сгладить. Следующие настройки позволяют ограничить минимальный и максимальный угол создания поддержек. Следующая опция – Force Build Support to Best Plate позволяет принудительно создать поддержки на платформу от любой области. И при этом возможно пересечение поддержек самой детали. И чтобы этого не происходило, эту опцию необходимо использовать со следующей опцией. Эта опция, соответственно, позволяет создать поддержки с некоторым сдвигом, как показано на подсказке справа снизу, и избежать пересечения с деталями. И последняя опция позволяет ориентировать поддержки в соответствии с направлением движения газа в камере для печати. Для примера, здесь, в принципе, все настройки мы можем оставить по умолчанию. Для создания поддержек достаточно нажать на галочку, и мы видим, как поддержки поочередно для каждой поверхности создаются. Можем вскрыть нашу геометрию, для того, чтобы подробнее посмотреть, какие поддержки получились. Собственно, можем увидеть внутреннюю структуру, что они из себя представляют. Можем подробнее рассмотреть, как они выглядят. В принципе, все необходимое было создано, и остался последний шаг. Это экспорт полученной модели для выполнения печати или моделирования. Нажимаем на кнопку экспорт, выбираем нужную папку, куда мы хотим сохранить нашу геометрию. Ну и, в принципе, на этом демонстрация закончена. Оптимально ориентированная геометрия была сохранена в формате STL, также поддержки и сама платформа также были экспортированы. Также при сохранении экспортируется общий файл в формате SpaceClaim, который содержит все модели сразу. На этом видео подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Успехов в работе!